Так, проверка домашнего задания, да? Женя у нас подготовилась, правильно рвется в бой. Значит, вот эта нота называется целая, да? Если нота белая, это нота целая. Давай, мы ее тянем. Давай, раз, и два, и три, и четыре. Молодец. Эти ноты, целый отрезок, да, вот этот поделили пополам, они называются половинные. И, повтори, половинные. Половинные. Давай, так, чтобы солнце не мешало. Давай. И, раз, и два, и три, и четыре. И, молодец. Половинки мы тоже пополам поделили, да? У нас стало четыре ноты, они называются четвертные. И, давай, как мы их считаем? И, раз, и два, и три, и четыре. Молодец. Каждую четвертушечку мы еще пополам поделили, но стало сколько? Засчитай прямо пальцем. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Семь. Восемь. Восемь. Палочки и точку. По две чернушки. Палочки и точки. На палочках крючочки, да, вот эти крючочки. Так, восьмушки как мы считаем, да? Раз, и два, и четыре. Ой, это ты четверти считаешь, а восьмушки быстрее. Раз, и два, и три, и четыре. И. Не забывай говорить в конце-то еще, да? Ну, по еще раз, давай. Раз, и два, и три, и четыре. И, молодец. Теперь смотри, ты не поезд, и не машина, и не велосипед. Ты не разгоняешься, ты считаешь с одинаковой скоростью. Раз, и два, и три, и четыре, и. Понимаешь? У нас есть, например, метроном, который тебе поможет считать с одинаковой скоростью. Вот он считает тебе восьмые нотки. Надо, ты тоже с ним вместе. Раз, и два, и три. Раз, и три, и четыре, и. Понимаешь? Вот все с одной скоростью. Еще раз. Раз, и два, и три, и четыре, и. А теперь четверти в его скорости. Раз, и два, и три, и четыре, и. А теперь половинки. Приготовились. Раз, и два, и три, и четыре. Раз, и два, и три, и четыре. Ну и давай попробуем. Оттуда надо растить целую минуту. Давай. Раз, и два, и три, и четыре. И. Видишь, какая огромная? И у тебя какая огромная. Молодец. Какое остальное надо? Просто остановить аккуратненько. И вот туда вот его ставить. А если его не ставить, он будет кататься? Если его не ставить, да, он будет так бесконечно. И так, теперь закрепим наши знания. Поскольку ты очень любишь играть на фортепьяно, да? Пойдем мы послушаем, как эти ноты у нас длятся. Именно вот как они вообще играют. Музыка у нас звуки, которые располагаются во время, да? И звук длится некоторое время. Несколько секунд. Один дольше, другой меньше. Дай правую руку. Правую руку. И, например, вот ты здесь играешь. Например, четвертыми нотами. Раз, и два, и три, и четыре, и, да? Поехали. Идем четвертыми нотами. Раз, и два, и три, и четыре, и, дальше. Раз, и два, и три, и четыре, и, да? Вот теперь без остановок. Поехали. Нигде не останавливаемся. Давай. Раз, и, нет. Раз, и два, да? Раз, и два, и. Три, и четыре, и. Раз, и два, и, три, и четыре, и, да? Все. И теперь обратно пойдем. Это мы собрали до мажор, да? Звукорядок ноты до. Переграем обратно. И называем нотки. До, си, я, си, до, и, да? И спешим. А теперь мы будем играть в два раза быстрее. Восьмые минуты. Смотри. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Поняла? Да. Давай. И. Раз, и, два. Не спеши. Играй спокойно. Мне что же надо будет спеть? Раз, и, два, и, три, и, четыре. И обратно. Раз, и, два, и, три, и, четыре. Видишь, на фотке быстрее побежали, да? А теперь давай играть им. Половинные. Как мы будем считать? Раз, и, два, и, три, и, четыре. И мы будем на ней стоять. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз. Да? Поняла? Да. Половинные пошли. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, пять, и. Дальше. Три уже. Три, три, четыре, и. Раз, и, два, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Все, все, все. Вот ты пришла в кнопки до, да? Отлично. Поняла? Длительность и ног. Половинные дольше длятся, четвертые короче, самые короткие восьми, да? Теперь пошли на скрипке так же попробуем. Но мы не гамму, не умеем, да? Мы гамму пока не умеем. Иди сюда. Май, не тяжелый. Вставай. Входи ко мне. Входи скрипка. На лапе руку скрипка стесня. Угу. Так. Только на себя тяни ее. Скрипку тяни на себя. Вот. Замечательно. На ручку подняли, но скрипку не берем. Вот. Все отлично. Теперь кладем правую ручку, сверху положим. И будем играть четвертные ноты ля. На струне ля. Глазки смотрят вот сюда. Вот. Да. Куда мы сручок поставим? Да. Ручку на место поставили. Плечики вниз. А голова тянет скрипку на себя. Челюсть. Нежная. Четвертные ноты считаю, смотрю. Раз и два и. Раз и два и. Раз и два и. Раз и два и. Теперь восьмые. Они короче, да? На каждой счет. Глаза, голова, голова. Где? Во. Свободно. Свободно. Давай. Раз и два и. Раз и два и. Отлично. Теперь мы сыграем сочетание. Две короткие, две восьмушки и одну четверть. Вот это устава. Только среку сильно не задирай рукой. Хорошо? Две восьмушки и одну четверть. Вместе с плечом считаем с тобой две восьмушки. А что? Это тоже устало? Держи. Ты как бы не держи сильно-то. Положи ее и все. Дай мне ручку. Во. Положи мне руку. Во. Поехали. Две восьмушки считаем. Раз и четверть. Два и. Раз и четверть. Две восьмушки. Четверть. Считай сама. Раз и два и. А теперь мизинчик здесь. Давай-ка поставим. Во. И тут кругленький тоже пальчик. Да? У нас все кругленькое. Так. А плечики мы не задираем. Не задираем. Мы положили смочок и все. Во. Давай. Опять две восьмушки. Раз и два. И. Раз и два. И. На рыб. Раз и два. И. Раз и два. А теперь посмотрим с тобой вот в эти нотки. Вот сюда. Сейчас я посмотрю, как их там видно. Только давай мы их подвинем. А как они называются? Давай вспоминать. Вот эти. Четвертные. Две четвертные нотки. Это как называется? Половинная. А вот эти от слова восемь? Четвертные. Вось. Вось. Восьмые. Восьмые. Восьмушки. Восьмые. А вот эта какая? От слова четыре. Четвертные. Четвертные. Покажи мне на этой строчке восьмые ноты. Правильно. А вот этот с хвостиком тоже восьмое. Правильно же? Правильно. Так. А теперь давай прохлопаем вот этот ритр. Уже не отсюда, а вот здесь, да? Как мы должны считать? Раз и два. И. Раз и два. И. Раз и два. Четверть, да? Еще раз. Раз и два. И. Раз и два. И. А теперь внимание восьмушки. Как мы их? Раз. Тихо, тихо. Считаем. Раз и два. И. Раз и два. И. Четвертные. И. Два. И. Ой. Ну-ка давай две четверти. Раз и два. И. Сейчас она сама. Раз и два. И половинка. Раз и два. И. Молодец. Вот это называется читать ноты. Свиста. Так же, как читать буквы. Понимаешь? Угу. Хорошо. Я уже устала. Понимаю, что ты немножко устала. Но мы с тобой сейчас должны запомнить, что у нас с тобой есть четыре струны на скрипке. Соль, Ре, Ля и Ми. Да? Угу. Соль у нас пишется вот под двумя добавочными линейками. Вот она, самая низкая струна. Ре, Ля и Ми. Это звучание. Да? Выше, выше и выше. Ну, на секунду еще. Постой чуть-чуть совсем. И. Сейчас уже. Скоро покончим. А вот это у нас какая нотка? Как у нас все у нас тут написано? Вспоминай, как мы учились читать? Ре. Ре, правильно. И у нас какие опять это длительности? Че. 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 Какие длительности опять от слова четыре? Че. Четвертные. Четвертные. То есть ты будешь играть на каждый счет. Давай. Ну-ка. Попробуем. Я какой струна? Этой. А какая нота-то ты сказала? Четвертные. Это длительности ты сказала. А нота как называется? А где струна Ры у нас находится? Вот. Значит, мы ее и будем играть. Да? А я буду песню петь со словами. Клен на ряд багряный сбросил. Серый дождик слезы льет. Так, значит, это снова осень. Снова осень настает. Да? Поехали. Значит, твои глазки посмотрели, что здесь только нот каре, да? Да. Значит, ты можешь повернуться чуть-чуть сюда ко мне и не спать ушком. Не надо ложиться ухом. Нужно подставить ручку и ее тренировать. Ты же спортом занимаешься? Тренируй. Так же, как на спорте, ты должна тренироваться. Поставь смычок. Мычок поставь. Так, все. Вот. Положила ручку. Ну, прикоснись тут, чтобы она не летала, ты ей положи скрипку на руку. Поехали. Я пою, ты играешь четвертными нотами. Клен на ряд багряный сбросил. Серый дождик слезы льет. Так, значит, это снова осень. Снова осень настаёт. Вот такую песенку надо обязательно дома поиграть. Хорошо? И ее же нужно сыграть на струне ля. Давай сейчас сыграем, а потом будем писать скрипичный ключ. Да. Скрипичный ключ. Ключ. Будем, да? Давай. Вот сейчас мы сыграем еще раз эту песенку. У тебя сейчас было очень хорошее правое рукожение. Очень хорошее. Свободное, да. Ты положила руку на смычок и совсем его не держала, а слегка придерживала. И это было замечательно. А теперь мы сдвинемся сюда и попробуем большой пальчик поставить все-таки на троску. Да? Туда. Уже в нужное место. Поехали. 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 Дай мне пальчик плита, снова осень, снова осень настаёт. О, какая красивая песня получилась. Ой, и всё, Мостик тоже сказал. Пока!